доброго времени доброй ночи чем занимаетесь столь позднее время вы не догадываетесь да я представление не имею вообще сразу видно что я общаюсь видео чате не так здесь все верно пока я думаю вы тоже самое еще на часок до по всей видимости может больше вообще-то страна жизни который может вас заинтересовать я проповедник прекрасно можем про библию поговорить я проповедник библии ну вы знаете я в библии не силен в целом я наверное не смогу дать должных ответов или дискуссию с тем я не предлагаю извините что перебил конкурировать по теме я предлагаю поговорить у вас могут быть вопросы кстати мне очень часто спрашивают даже атеисты очень интересные вопросы мне задают ну разные например вас интересует ну например но классические всех интересует если у адам и евы были два сына каин и авель один убил 2 да как вам известно я так думаю читали слышали да то откуда появились люди на земле да это вот такой вопрос там еще на фотографиях фотографиях нарисованы картинок не было видно еще пупка то есть он был он был вернее пупок хотя его не должно по сути быть у кого было и какой пупок у его то есть вы думаете что у нас есть фотофакты из эдемского сада нарисованы таких представляют так они описываются вы понимаете молодой человек о о мироздании сущности человека про антропологию чтобы понять а необходимо библию изучать а не картинки которые обнарисовали в данном случае что чему гласит библия в данном случае библия гласит что молодой человек гламурным микрофоном видеочате нуждается в прочтении о евангелии я вам этим займемся благодарю вам так это очень будет вам прям кстати но еще раз если вас что-то примерно интересует духовный до вопрос нормальный парень что-то же про бога интересует нет вообще существует конечно а вы они этого не видит они что не был с вами согласен ну кант утверждал и пожалуйста не материтесь по-другому как это пизда не материтесь пожалуйста почему кант эмануил кант это немецкий известный философ очень круто я просто перепутал да я не знаю с какого языка что так переводится но эмануил кант говорил да вы не ругайтесь он говорил что о существовании бога меня убежать два факта ну спасибо я думаю наши беседы прошла в теплой а в дружеской оттуда так существует бог или нет я уже вам ответ а как это почувствовать как его обрести к нему надо стрим верою помолиться я вот помолился сегодня я помолился вчера как я вот хочу почувствовать я хочу быть с пониманием что есть чувствовать его не просто одно понять понимаете сама же библия говорить что когда человек смотрит на природу во всем видна сила и присутствие творца я уже природу я вижу природу я понимаю что есть земля которая это родила творца у вас об дети есть ну хотя бы четыре ребенка четыре ребенка очаровательно вы вырастили растете вырастите четырех об детей и не увидели бога да я увидел детей я увидел а когда вы не видели а детей когда ребенок был в животе у матери я видел живот и матери так и вы вы понимаете что этот ребенок рос сформировался и родился за счет ресурсов организма матери определенных законов миллионов гармоничных законов которые от мамы с папой не зависит например ну подумайте вот это да вы не поняли да например ребенок зачатие у вас растет сперматозоид матери так матка ну вы понимаете что растет плод формируется человек происходит миллионы законов обмена веществ генетики организма женщины химии подождите дайте я это говорю миллионы законов они проходят гармонично точно в свое время и ребенок обрастет и в этом не участвуйте не вы не ваш истеричный смех и не ваша жена это не зависит от вашей воли за счет организма женщины послушайте жена ваша ничего не делает только интуитивно и организм и организм это организм так как организм не бог организм это ну вы организм я организм законы которые работают божие законы миллионы законов химии физики генетики такси вашей чреве я понимаю но это все можно биологически объяснить не духовно это все биологически доказано я не доказано а исследовано исследовано молочек проснитесь законы я еще не сплю миллионы вот вы сконцентрируетесь я сконцентрируетесь я сконцентрирует если вы на самом деле вы не понимаете я действительно не понимаю мне очень интересно что вы что-то курите там каждый день причем упорно причем знаете я вам объясню не совсем курю да и я понял еще раз давайте я договорюсь я объясню свою позицию можно что вы понимали о чем я говорил да у вас нет позиции вы просто обнаходитесь в состоянии синдрома отрицания нет я не отрицаю я у вас есть жена так в ней появляется плод так и появляется этот плод вследствие точно установленных гармоничных миллионов законов биологически в том числе биологически так как хотите вы называете плюс вы их исследовали вы примерно врачи геологи установили что эти законы работают плюс но эти законы откуда-то взялись откуда-то по какому-то принципу заложены в женщину и в тебя ну каждый организм по-разному реагирует и существует не только один организм в виде человека существует на других организмов которые все работает гармонично правильно а в чем здесь гармоничность в чем гармоничность как мы определим что это гармонично на ваших глазах на ваших глазах природа точно выверена циклично испаряет влагу возвращает на землю а меняется времена года вся растительность имеет работает по закону так микро мир макро мир все работает по закону миллионы но бывает сбои конечно бывает это тоже закон закон сбоев да конечно конечно у вас в голове сейчас сбой и у вас в организме А вы можете, пожалуйста, помочь мне этот сбой исправить? Вам надо покаяться. Я готов. Нет. Покаяться, это... Ну вот, смотрите. Если вы хотите... Это вас не спасет. А, извиняюсь. Это вас не спасет. Да не надо, извиняюсь. Смотрите, я вам говорю абсолютно безройно. Если вы хотите найти Бога, а Он близко, так написано, вам необходимо объективно делать две вещи. Первое. Начать читать Новый Завет. А старый не канает? Апдейт вышел? Вы начните с нового, конечно, к канает. Просто новый относится к вам и ко мне, к нам, к Новозаветам. А старый все не подходит? Профанец. Ну, вы... Вы не можете заключить с Богом старый Завет. Так я мусульманин. Если даже вы китаец. У Бога... Подождите, при чем здесь китаец? Секундочку. А при чем тут вы мусульманин? Завет уже закончился. Так у меня ж Куран. Вернем, значит... Куран же имеет другую... Рестарт. Я такое заграничным словом. Рестарт. Еще раз. Есть Бог. Так. Есть Ветхий Завет. Есть Новый Завет. Ну, у меня есть. У меня сейчас есть Новый Завет, в принципе. Ну, покажи. Ну, вот. Поверни. Ну, не валяй дурака. Поворачивай. Ага. Майнкамп. Вот. Это... Это не... Это не Завет с Богом. Поверь, блядь. Беспонторный... Беспонторный... Это такая база жизненная. Которая вас приведет прямиком в Озеро Огненное. Понятно. Не знаю, в Озеро Огненное. Браха... Брата, идите по этому пути, если... Но... Но запомните. Выбрали этот путь вы сами. Я выбираю свой путь уже 28 лет. Можно вопрос? А как познакомиться с Создателем Бога? Я это пытался вам сказать, а вы все об дурака валяете. Тогда давайте последнее. Вы можете, пожалуйста, меня... Вот видите, что валяю дурака. Можете, пожалуйста, как-то превентивным словом меня поставить на место, чтобы я все-таки к этому и серьезно... Я не призван к тому, чтобы вас поставить на место или снять место. Сдвинуть. Попробуйте. Я обязан вам сказать то, что я обязан. Ой, это логично. Пока все правильно. Потому что я человек, а живущий в Завете с Богом. Вы человек, не живущий в Завете. А как вы определили, что вы живете с Богом? Как вы это определили? Я покаялся в свое время, крестился, и я занимаюсь делом Божьим. А зэк, который уничтожил 700 тысяч человек, покаяться, покреститься, он будет с Богом тоже? Я не понял, как я связан с тем, что вы сказали. Это вопрос. Это вопрос уже, это не я вас сейчас не связываю. Я связываю похожие опыты с другими людьми. Мы сейчас с вами перескочили. Как вас зовут, кстати? Я выдумываю. Вы выдумываю. Да, понятно. не отвечать. Спасибо. Адольф, давай. Давай, Адольф. Условно, да. Слушай, Адольф, мы сейчас перескочили от Адольфа к Зет. Со знакомства Адольфа с Богом мы не будем говорить. Он познал в какой-то момент? Кто он? Адольф, это ты. Я про себя. Тебя называем Адольф. Ты же все думал, какое имя мне подкинуть. Вот я тебе сам подобрал. Да. Какой вопрос с буквой Зет? С какой Зет? Вы сказали люди с буквой Зет, 700 тысяч, что-то такое. Сформулируйте свою мысль яснее. Я не сказал буквы, я сказал Зек. Зек? Я слушал Зет. А что за Зет и 700 тысяч и что еще? Что за войну, скажем? Слава Украине. Слава Украине? Героям сала, а русским мясо. Проповедник ты мой. Конечно. Я вам о желании сала. Говоришь с Богом, да? Говоришь с Богом, да? Да. И что? Нет. Его зовут не Путин. А что, я должен кричать славу Украине, что ли, если я с Богом? Да. Вы сатанисты конченые. я что, обложил? Дети Бандеры, демона, значит, и Адольфа Майнкамп. Я тоже. Вот, вот, вот. Я что, продолжаю? Сало. Вы кушаете сало, а русские мясо. Не забудьте, товарищ Адольф, я вам что говорил? Вам надо начать взяться за Новый Завет. Слышишь, проповедник, когда будешь на фронте? Про русский. Что? На фронте когда будешь, проповедник? Когда вызовут, тогда и будут. Родина зовет. Уже давным-давно. С 24-го. Тебя, мой хороший. А тебя нет? Меня, как видишь, нет. И ты меня, как видишь, нет? Я думаю, ты проповеднический уклонист? Нет. Докажи, поклянись Богом. Я не клянусь. Что такое, петушок, попался на гребешок? Прочесть тебе? Нет, еще раз. Еще раз. Я хочу. Адольф, Адольф. Прочитай мне. Прочитай. Почитай. Хороший. Если ты реально, я буду на все отвечать по Писанию. Давай. Давай. Я просто тебе точно хочу. Ты знаешь, я тоже могу тебе точно ответить. Нет. Я тебе... Ну, давай. Давай. Есть такое анагорное проповедь. Да? Слышал? Иисуса Христа. Я слышу каждый день его. Что? Что? Каждый день? Да. Ну, Адольф, по майнкам врать это хорошо или нет? Как показывает практик, заебись. Ты можешь без мата говорить? А. О, куянный мой, я прошу прощения тебе, Господь, тебя помилует. Прошу прощения. Если без мата, то о куянный? Есть одно проблемка. Когда люди совершают этот степенный... Мир клоун от Украины, я так понимаю, что одно и то же. Есть такое. Продолжим. Да. Так, насчет клятвы. Иисус говорил, не клянитесь ничем. Пускай ваше слово будет да, это да, а нет, это нет. Все остальное от лукавого. Значит, что касается вопросов, которые тебя интересуют по мобилизации. Лично меня не... Проклинаю пенис твой с яйцами. Что? Проклинаю яйца с пенисом. Так, ну признавайся, что ты будешь? Не нужно употреблять что-либо, чтобы это говорить. признавайся, что ты куришь? Ты же реально обдолбишь. Это реально. да, да, да. Да, да, Вот именно такое. А можно вопрос? Бог всемогущий? А может Бог создать камень, который сам не подымет? я же говорю, что ты обдолбишь. сможет или нет? Проповедник, ты обдолбишь, блядь. Проповедник, а может вопрос ты обдолбишь? Да реально, что ты куришь? Браток, а сможет или нет? Смотри, я тебе объясню, я тебе объясню, на вопрос отвечу. То, что ты делаешь, и контент твой, и в эти сети, вот этим... Это просто охуенно, отвечай. Это просто клоун в биллоке, блядь, отвечай. Я просто говорю, что я поддерживаю ваши слова. Да. Так вот, насчет Всевышнего, Всевозможного, может ли он что-то там осознавать, который сам же не сможет преодолеть? Смысл-то в этом твоего, да? Ну да. Объясняю, Бог не действует сам против себя. Вот запомнить такое правило. А когда он уничтожался, когда он во имя всего народа и всего людского себя принес в жертву, он это делал ради себя или ради людей? Ты от фонаря не сможешь, да, догадаться? Как это? Он отдал свою жизнь на кресте ради тебя? Это было приятно пройти в римское обичевание и на крест пойти, да? А убийство это плохо? Твой вопрос некорректный. Грешно ли убивать? Убийство это грех. А убийство украинцев? Убийство даже зулусов это грех. Значит, твоя сторона грешна, как и ты сам проповедник. Я не убивал украинцев и не собираюсь, и вообще не убивал, но человек убийца априори, потому что он в сердце своем, он совершает убийство. сердце своем. Вот ты убийца. Штрошер не в счет. Что? Штрошер не в счет. Чего не в счет? Я издеваюсь. Прошу прощения, говори. Ты купи зеркало и издевайся. А теперь вернемся к делу. Ты убийца, Адольф. Почему? Потому что ты в своем сердце убиваешь людей. Как это? Вот так. ты ненавидишь, ты убиваешь. Я ненавижу русских. Да, значит ты убит. Нет, я их ненавижу. Я тебе объясняю. Крань между ненавижу и убиваю, она как крань между яйцами и хуй. Это тебе надо. Я не прикалываюсь. Я не ребенок. Я тебе говорю серьезную вещь. Как бы ты рожи бы не порчил, я пытаюсь что-то оставить полезное в твоей полупустой голове. Но пока получается. Прости за прямоту. Не, не нравится больше всего. Так вернемся. Я тебе объясняю. Ненависть приравнивается к убийству. то есть в глазах у Бога ненавидящий другого априори убийца. Если Бог уберет руку. А где это написано? Скажи, пожалуйста. В новом завете. В старом завете. Вот. Слава Богу. Мы пришли к Писанию. Это круто вообще. Это круто. Значит, обещаешь мне, что ты скачаешь в Apple Store. Я не хочу заниматься не сатанинскими вещами, пользоваться ретричеством, скачивать с Apple Store. Нет. Давай с Google Play можно? О, это другое. А, да? Ну, хорошо. С Google Play скачать. Новый завет скачать? Читаешь первый инвестор. Нет. Это не новый завет. Я тебе еще раз говорю. Одурачиться среди ночи мне не Новый завет. Моя борьба. Не воспринимайте данную книгу как пропаганду нацизма. Я желаю всего хорошего. Подождите, пожалуйста, не уходите. Честно, вы действительно очень приятный человек. И мне бы хотелось сказать. Ты дурака валяешь. Я тебе дело хочу сказать. Поймите, вы меня оскорбили, предложили мне сало. Я мусульманин, я не ем сало. Потому что я мусульманин, и вы мне сало предлагаете. Я при чем, что ты мусульманин, это твои проблемы, что ты там о мусульманин. А ты мне сало предлагаешь. Зачем? я желаю тебе сало. Так я мусульманин, мне нельзя. Ты можешь отказаться, но это не оскорбление. отказываюсь. Скажи. Все, слава Украине, согласен. Можно вопросы? героин сало? Да, вы опять, да, берете сало? Зачем? Ты что, герой? Так вы нацист? Ты герой? Так я герой, вы нацист. Я желаю нацистам сало. То есть вы их ненавидите, правильно? Нет. Вы убийца. Да, да, вы убийца. Я ненавижу ненавидим. То есть ты хорошо да, ты нацистам? Давай сформулирую. Давай сформулирую. Отвечу. Я не ненавижу нацистов. Я ненавижу нацизм. Закон. Значит ты убийца нацизма? Нет, да. Ну я не убийца, к сожалению. Убийца ненавидишь? А что убиваешь? Убийца нацизма. Вот. Я умершвляю в себе. Вот. Значит ты уничтожитель нацизма. И все что с ним было связано. Людей, историю. Все. Ты уничтожитель 3000. Ты хуже Сталина. Нет. Значит перестань. Знаешь, что было с лодкой? Она была в нацизме. Ты убийца. Ты убийца. Покайся сейчас. Покайся при мне сейчас. Прочти молитву. Прочти молитву. Покайся нацизма. Прочти молитву. Если человек... Да прочти молитву быстро. Яхва не занимайся хвой-нибудь. Прочти если человек убил другого человека ему необходимо покаяться. Я тебе повторяю. Я ненавижу нацизм, национализм, фашизм и все чем занимались ваши лжебоги. Ой-ой. Типа Бандеры, Шухевич. Бандера не был богом и Шухевич тоже не был богом. Это ваш бог. У нас один бог, как и у вас. Но он не Шухевич. Никто не говорил, что Шухевич и Бандера бог. покачь бог. Так что можешь смело убрать из VPN российский флаг и покайтесь и вернитесь в Евангелие. А, то есть ну как будто вот честно вот Аква как будто знал. Вот он сидит и думает надо продлить. Сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет. Как-то догадался чел это гениально. Хоть покайся через VPN. блядь это просто это это вообще это гениальный человек. Это просто это я класс блядь просто пиздато это просто охуитель блядь я оху я блядь блядь блядь